Этнографический музей «Карачаевское подворье» на Медовых водопадах отметил юбилей. Десять лет назад руководитель известного курорта Мусаб Аташев решил, что помимо развлечений, отдыхающие должны знать об истории, обычаях и традициях местного населения и притворил в жизнь свою идею. О том, что из этого вышло, расскажет Алла Качеева. Все началось 10 лет назад со сторожевой башни, которую построили здесь, на Медовых водопадах, по подобию старинной. Спустя время внутри обосновался очаг карачаевской культуры, и Карачаевское подворье пополнилось десятками экспонатов. Заходя в музей, попадаешь в другое измерение. Здесь как будто остановилось время. В Карачаевском музее на Медовых водопадах представлены десятки экспонатов 19-20-21 веков, самому старинному из которых более тысячу лет. Достопримечательности разных эпох, найденные в окрестностях Малокарачаевского района. Старинная одежда, кухонные приборы, разные виды оружия, бытовые предметы, лошадь и баран карачаевской породы, другие животные. Сегодня в этнографическом музее есть на что посмотреть и чем удивить. Здесь можно увидеть быт и услышать традиции. Какие традиции были? Допустим, многие наши традиции удивляют тех, которые приезжают. Допустим, как у нас говорят, гость – это посланник Всевышнего. И то, что человек, переступающий твой порог, он твой гость. Даже будучи, он твой кровник, если спасаешься от кого-то, переступил твой порог, ты не имеешь права ему предъявлять, что он твой кровник. До того, как ты не решил его проблемы, накормил, напоил, проводил, после этого он опять твой кровник. Но в тот момент, когда он переступил твой порог, он твой гость. И юбилей карачаевского подворья разделили те самые гости. Делегации из Кабардино-Балкарии, городов и районов Карачаева-Черкесии, руководство администрации Малого Карачаева, многочисленные туристы со всех уголков России. Хотел бы поблагодарить руководителя этого туркомплекса, за тот труд, который он вкладывает в развитие, для развития туризма, за его общественную позицию, за то, что он один из тех, который поддерживает участников спецоперации наших ребят на передовой, не просто словами, пожеланиями, а конкретно, материально. Очень важно, что здесь не только красота природы, красота человеческой души, но и главное, распространяются традиции карачаевского народа и того народу, который здесь исконно проживает. Соответственно, есть и музеи, и национальные блюда, и много чего еще. Поэтому люди, уезжая из медовых водопадов, зайдя в этот этнографический центр, музей, они получат гораздо больше информации о том, что здесь, откуда здесь, ну и главное, о народе, его быте, который здесь, собственно, из поколения в поколение существует. Мастер-классы по народным ремеслам, выступления фольклорных коллективов, угощения, приготовленные по старинно-карачаево-балкарским рецептам, были представлены присутствующим. Тут представлена наша кухня, карачаевская кухня. Я написала вот эту книгу, там я раскрыла 52 блюда карачаевской кухни. Но есть такие блюда, которые уходят со стола карачаевца. Это Крымфичин, это Халпама, это Хучу, Мак. Вот, понимаете, вот это уходит. Очень жаль, конечно, я научилась от своей мамы, которая прекрасно готовила всё, всё делала. Поэтому мне очень приятно всё это представить. Всем в добрый утро подошёл ко мне. Планов по сохранению истории, языка, обычаев, традиций, культуры и по развитию туристической отрасли у руководителя медовых водопадов Муссибаташева много. Мы вообще планируем где-то вот с сентября месяца проводить мастер-классы. Субботу, воскресенье в один день в неделю. Это по изготовлению наших чинов, наших сыров. Мастер-классы по ту степсу и так далее. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.